Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и добро пожаловать в новую проверку лайфхаков из ТикТока! Надеюсь, что вы соскучились по этой суперкрутой проверочке, потому что, ну, давненько не было, я тут новую подборочку собрала с вашей, конечно же, помощью. Итак, дорогие друзья, сегодня нас ждет уникальное, очень полезное видео, так что не забываем ставить лайк и подписываться на канал. И напоминаю о том, что прямо сейчас по ссылочке в описании можно купить новогодний Красти Бокс себе в подарок, подруге в подарок, маме в подарок, дочери в подарок, сестре в подарок, брату в подарок. Короче, все можно купить в подарок, новогодний Красти Бокс от меня. Переходите и заказывайте. Ну, а мы давайте-ка начнем смотреть первый лайфхак и, конечно же, его проверять. Это еще не все, как видите, хлеба нету, который нужно размягчить. Он у нас специально подсыхал. Подсох? Как камень то, что надо, так что точно можно проверить данный лайфхак. Итак, наверное, мы с вами отрежем кусочек. Ох, не зря, не зря уборку на кухне делала, чтобы все засрать мигом. Слушайте, но он внутри достаточно мягкий, но вот снаружи реально как камушек, так что то, что нужно для лайфхака. Берем бумажку. Я так и не поняла, что у них там за бумага. Какая-то специальная или полотенце, типа салфетки, поэтому я заверну в салфетки. Ой, как ребеночка прям. Надеюсь, не загорится. Я бы вообще из пульверизатора бы прыскала, но они наливают из графина воду, поэтому ее тоже. Все, обволакиваем водичкой. Мы раньше часто покупали в Ашане булочки, такие свежие, аппетитные, а на второй день они становились как камень. И фиг знает, что с ними делать, с этими булочками. Так что, если эта тема рабочая, то этот лайфхак просто спасет многие жизни, особенно жизни хлеба. Ставим ровно на одну минутку в микроволновку. Пуск. Ждем и просто надеемся на то, что хлеб сейчас настанет мягенький, новенький, как буквально из печи машинки. Пять, четыре, три, два, один. Кстати, пахнет реально свежим хлебом. Выглядит это примерно как-то так. Смотрим, что у нас произошло. О май гад, он просто стал мокрый. У них там на фотографии как настоящий хлеб, типа свежий. Но он мокрый. Ну да, выглядит вообще не очень прям. Ну теперь просто резиновый. Ну такое, ребят, честно говоря, если пробовать этот лайфхак, то все-таки не так, как они показывают. А взять пульверизатор, напрыскать аккуратненько водички. И уже тогда, собственно говоря, засовывать в микроволновку. Но вообще, как вкусно пахнет, обожаю запах вкусного хлеба, свежего. Я этот лайфхак, честно говоря, не засчитала и поставлю ему дизлайк. Если что-то сделала неправильно, напишите об этом в комментариях. Ну а мы переходим к следующему. Спасибо, что подкинули мне немножко попкорна. Итак, ребята, этот лайфхак нам должен помочь сделать идеальный попкорн без ядер. Мне, честно говоря, эти ядры никогда не мешали, я их просто не ела и все. Но люди заморочились и придумали этот лайфхак, то что давайте его проверим. Погнали мочить. Жух, жух. Так, ну вроде все. Ставим ровно на 4 минуты в микроволновку. Ровно 4 минуты, теперь ждем. И не важно, что может быть понадобится минут чуть меньше. Она сказала на 4, я ставлю на 4. Больше, меньше, добавлять, убавлять не буду. Просто стою, жду. Да-да, буду стоять, ждать. Все, вытаскиваю. Значит, 36 секунд, 35. Я уже не могу, я кого-то издеваюсь над попкорном. Все, достаем. 17 секунд осталось, ничего страшного. Вот, смотрите, как масло вытекло. Такое впервые. Ну что ж, действительно ли там нету зернышек, мы сейчас проверим. Для этого нужно взять прозрачную миску. Аккуратненько открываем. О май гад. Погнали? На самом деле я уже нашла одно зернышко, но только одно. Так-то особо нету. И немножко попкорн горелый. Так что, пожалуйста, тайминг нужно брать из расчета своей микроволновки. 4 минуты для нас-то много. Там было одно зернышко, я видела. Да, ребят, там 100% есть одно зерно, но это одно из минимум 15. Потому что обычно штук 15-20 остается. Так что лайфхак-то гонючий, оказывается. Я не понимаю, как вода что-то может сделать, но она реально здесь что-то сделала. И кто знает, почему так получилось, напишите просто в комментариях. Может, температура как-то более плавно распределялась по всей пачке. Ну, в общем, штука клевая. По-любому вы не знали. Вот я не знала до сегодняшнего дня. Так что ставлю огромный жирнющий лайк этой женщине и ее лайфхаку. Да, попкорн горела. Что с него взять? Написано было наслаждающе. Так что... Я взяла такой же DAF. Нежная пудра у него ужасный завтрак. Господи, какой-то бабулька воняет. Не в обиду тем, кто им пользуется. Мне прям вообще не нравится. Стоил, между прочим, 190 рублей. Короче, я не раз видела в ТикТоке, что режут этот дезодорант. И здесь кольцо находят, прикинь. Вот. Ну ничего страшного. В общем, я не раз видела видео, где и проверяют этот лайфхак. Там разрезают, и там кольцо лежит. Прикинь, сколько колец люди выкинули. Там должно быть настоящее кольцо, прикинь. Прям кольцо к кольцу. На мне, как видите, колец нету. Так что хотелось бы. Режем. Так, я разрезала. Уже что-то там потрясывается, конечно же. О май гад, ребята. Тут действительно есть кольцо. Я в шоке. Правда, оно невидимое. Кольца там не было. Я максимально расстроена. Так что не режьте свои давы, пожалуйста. Нету там колец. Все, я проверила. Я готова. Суть в том, что масло, которое наливается поверх колы, должно предотвратить этот бурный взрыв. Дело в том, что я уже увидела разлучение этого лайфхака, и оно не предотвратило. Поэтому я пришла на раковину, потому что может произойти взрыв. Так, отливаем чуть-чуть колы. Как понять, отливаем? Отливаем, ну чтобы масло сверху налить. Ты что, сюда будешь что-то метод сделать? Она шарахнет, ты что? Ну ты даешь. Ты что, а сверху-то масло нальем? Смотрите, наливаем vegetable oil побольше. Vegetable oil будет сверху. Оно же тяжелое. А кола будет снизу. Я налью побольше. Не пожалею. Чтобы отмывать лучше, да? Ну пошли тогда в нашу душевую. Все, ребята, я вам сразу говорю, у нас душевой очень грязно, потому что она у нас очень грязная. Вот и все. Мы на месте. Давайте берем три капсулы менты. Само вообще, по идее, кто не знает, но я думаю, все сдают. То есть вдруг кто-то не знает, когда кидаешь ментов в голову, такой вот взрыв получается. Я хочу закинуть и вот так сразу закрыть. Надеюсь, у меня получится. Ну давай. Там ничего не мешает. На счет три раз. Блин, там машинка моя. Это было классно. Никогда этого не делала. Но лайфхак не сработал. И масло не остановило поток кока-колы. Взрыв все-таки произошел. А у меня еще интересно, знаете что? Вопрос еще один. А если еще раз кинуть? Нет, нет, нельзя. Все, больше уже ничего не будет, да? Блин, эти две таблеточки менты пропали без вести и произвели фурор. И вулкан тоже. Так что если закинуть второй раз, ничего не будет. А вы поставили лайк, обязательно, пожалуйста, поставьте лайк, потому что я очень сильно стараюсь, ребят. А еще заходите на мой второй канал МЗ, потому что там я сейчас стараюсь втройне или даже в четверне. Мы там каждый день ролики выкладываем и иногда не успеваем снимать на основной канал. Так что бегите, подписывайтесь и смотрите. Ну а мы переходим к следующему лайфхаку. Ох, этот лайфхак меня много раз просили проверить. Наконец-таки нам нужен апельсин, шарик и типа апельсиновый сок взорвет шарик. Надуваем шарик. Кто не в курсе, я вообще боюсь, что шарик просто так лопнет без апельсина. Надуло мощно. Я думаю, нужно прям надувать хорошечно. Теперь берем апельсин. Я не такая сильная, как он, поэтому сделаю небольшой надрез вот здесь. Это работает! Нифига себе! Нифига, ну капнуло и так шлифануло. Давай еще проверим. Там вообще типа взрывается именно сок. Смотри, фига, меня шлифануло прям. Ребята, это трэш. Это очень было неозиданно. Давай я сниму, но замедленно, когда ты будешь сок на реваник. Хорошо? Собака в шоке вообще. Ох, меня так оглушило. Шарик лежит. Теперь дайвим. Ай! Как? Капец вообще! Ребята, реально работает! Боже! Меня теперь с двух ушей. Я глушила сначала левая, теперь оба. А левая вообще сильная. Как будто, знаете, аж заболела. Трэш! Ребята, офигенная штука. Реально работает. Не знаю, зачем надо, но фокус отличный. Прям не цыганский, а такой прям профессиональный. Это самое странное, что вы увидите за сегодняшний день. Я не понимаю, как это происходит, это какая-то особо магия. Нам нужна вода, витамин С, шипучий и один йод. Сначала нужно отлить немножко воды. Я взяла специально такую трехлитровочку. Тут чистая водичка. Сначала мы наливаем йод. Я вообще боюсь йод, потому что он не отмывается. О май гад. Йод налили. Теперь выбираем самый мощный витамин С. Это вот этот. Запомнили, да? Сейчас прям без монтажа, ребят, без монтажа. Никакой склейки. Все, что я буду неправильно говорить, вы все услышите. Берем таблеточку. И как-то должна нейтрализоваться эта желтизна. Мы закрываем. А чем ты закрываешь? Нужно закрыть и поболтать. Она уже не трезулась. Как это происходит? Ну как витамин С обычный. В смысле? Это лимонная кислота. О май гад, ребята. Вы это видите? Оп, все. Офигеть, ребята, реально йод исчез. Я до сих пор не поняла, как это произошло. Денис говорит, что это лимонная кислота. Давай лимонную кислоту просто нальем. Не мешай мне тут фокусом. У меня тут витамин С. Все, витамин С нейтрализует йод. Ребята запомнили. В общем, кого хотите удивить. Девушку, парня, заполучить его сердце, руку, ногу. В общем, забирайте это чудо. Если бы ты мне такое показал бы на начале отношений. Не знаю, почему было даже. Я не знаю, конечно, как к этому люди пришли. Но говорят, что будет вкусно. Давайте заварим дощик в молоке. Я взяла не дощик, а вот покруче, покруче. О май гад, тут уже травушку-муравушку даже высыпали. Засыпаем вот эту вот суповую основу. Масло не будем выливать. Заливаем все молочком. Обильненько. И ставим в микроволновку на несколько минут. Надеюсь, что этот пластик можно греть в микроволновке. Пойгусь, дайми. Ой, ребята, ждем. Уже хочется попробовать это блюдо. Это блюдо королей. Дошик на молоке. Это же должно быть... Я думаю, очень вкусно должно быть с курицей. Но я специально взяла с морепродуктами. Потому что том-ям, допустим. Или не том-ям. Короче, какой-то суп готовят на кокосовом молоке. У нас все молоко и убежало. А мы любили. А могли. Помыли. Было классно. Да ладно, тарелка-то грязная. Ребята, это трэш. Я просто поворачиваю голову налево. И там вот такая вот пена. Я просто... О май гад, о май гад, Денис, стоп, стоп. У меня камера не снимает. Я говорю, о май гад. Вылит это отвратительно. Она еще не заварилась вообще. Шикарно вообще. Смотрите, там снизу видим какие-то приправы. Это снизу все пригорело, похоже. А, нет. Фу, это так мерзко. Маша. Маша. Ну что? Это отрава. Не ешь ее. Почему? Она еще не заварилась. Есть не буду пока что. Я даже не знаю, чем пахнет. Но пахнет молоком, которое сгорело. Вот. Прогисшим, сгоревшим молоком. Пусть полежит чуть-чуть. Ну, это прям трэш. Я думаю, надо завариться. Но мы пока проверим следующий лайфхак. А к этому вернемся чуть попозже. И попробуем. Давайте сделаем это. Зарядим мой телефон. Нам нужна фольга. Опа, опа. Крона. Надеюсь, током не долбанет. Вот такую вот делаем ножку. Теперь нам нужна вот такая автомобильная зарядка. Вставляем. И следующее действие. Сейчас я пересмотрю. А, я не то обмотала. Вообще замечательно. Думаю, ребята. Обматываем все-таки зарядку автомобильную. Так. Подсоединяем к телефону. Смотрим внимательно. Провод здесь. То есть я никуда в розетку не втыкаю. И теперь нужно разобраться. Куда нужно плюс, куда минус. Потому что здесь есть плюс и есть минус. А меня током не шибанет. О, о май гад. Ребята, это работает. Реально зарядка идет. Офигеть. Прям реально заряжается. Смотрите еще раз. Реально крутая тема. Надеюсь, что действительно прям будет заряжать-заряжать. И где-нибудь в полевых условиях, типа походы, ночлежки на берегу пляжа. Это вам пригодится. Тема очень рабочая. Обязательно пользуйтесь этим лайфхаком. Если он вам нужен, конечно, можете не пользоваться. Он все хочет зарядиться все-таки. На телефон, говорит, буду заряжаться. Круть. Ставлю этому лайфхаку огромный и жирный лайк. Ну, мы идем дальше. Барбекю Принглс на ваших экранах. Это значит, что здесь. Прямо вот здесь мы найдем с вами соусец барбекю. Найдем, найдем. Я везде видела, что все находят. Я специально нашла вот такие вот Принглс барбекю. Честно говоря, прям реально искала, потому что не во всех магазинах есть барбекю. Всякий ход, паприка есть. А вот барбекю было сложно. Сразу будем открывать здесь. Я видела, некоторые берут специальный консервный нож, который открывают сбоку. У нас такого нет, поэтому будем резать. А почему у нас есть консервный нож? Покажи мне консервный нож. Это не такой. Да, он тоже, наверное, вольтует. Окей. Давайте попробуем. А, ну, кстати, да, наверное, да. Я уже хочу соус барбекю. Ребята, пишите прямо сейчас в комментариях, будет ли здесь соус барбекю. Многие из вас просили проверить. Именно этот лайфхак я, так сказать, ради вас потратила 250 рублей. Что, нету что ли, блин? Ты что? Это что, меня обманул мой любимый тик-ток? Тик-так? Тик-так шоу! Ребята, ну серьезно, тут нету барбекю. Вот, есть сразу чипсы. Ммм. И все. Давай. Нету, ребят. До свидания. Теперь давайте попробуем это замечательное азиатское блюдо. Дошик заваренный в молоке. Честно, страшно. Выглядит достаточно неплохо. По запаху не очень, поэтому немножко страхово. Но я попробую. Говорят, что после того, как ты это попробовал, обычно Дошик тебя уже не устроит. Лапшичка острая. Реально, там ям. Красный перчик присутствует. Прям трэш. Но я бы такое есть не стала. Но это не отвратительно. Просто на воде намного вкуснее. Но хорошо, что я взяла именно такой острый. Потому что, допустим, куриный вкус, кстати, был бы намного отвратительней. Попробуйте, кто хочет какой-то экзотики. Мне вообще не зашло. Ну что ж, ребята. А на этом наша замечательная проверка лайфхаков подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Ставьте лайк. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, какое видео вы хотите завтра увидеть на этом канале. Всех люблю, целую, желаю прекрасного настроения. Пока!